Несколько теплых дней осени неожиданно меняются на существенное похолодание. Дожди и холод не заставляют себя долго ждать. И хотя прогноз на предстоящую зиму не выглядит экстремальным, но, как говорят в народе, на небесную канцелярию надейся, да и сам не плашай. Итак, сегодня в нашей программе. Тепло вашему дому. Узнаем, кто, как и когда согреет нас зимой. А вы подготовились к холодам. Услышим мнение официальных лиц, тех, кто отвечает за тепло в наших домах и тех, кого оно согревает. Каждый новый отопительный сезон для коммунальных и энергетических служб своего рода экзамен на прочность. Этот вопрос становится предметом серьезного обсуждения на заседании Гомельского облсполкома. В этом году Гомельщина первой в республике к концу сентября обеспечила полную готовность организации к предстоящему осенне-зимнему сезону, независимо от форм собственности. В коммунальном хозяйстве области ветхих труб станет меньше, а тепла больше, заверяют на соответствующие службы. В сентябре месяце прошла проверка Министерства энергетики на соответствие данных паспортов. Проверка замечаний не выявила. То есть на самом деле наши все объекты жизнеобеспечения готовы на 100% к текущему осенне-зимнему периоду. О том, что делается в плане повышения качества и надежности теплоснабжения потребителей области, узнаем на примере работы Гомель Облтеплосети. На предприятии ставят перед собой задачу модернизация старых неэффективных котельных и строительство объектов генерации меньшей мощности с более высоким коэффициентом полезного действия. В прошлом году такой объект был построен в микрорайоне Костюковка областного центра. Ранее теплоснабжение рабочего поселка Костюковка осуществлялось от котельной ООО «Гомельстекло» на протяжении 40 последних лет. Однако котельное оборудование, тепловые сети имели большой износ, тепловые потери по тепловым сетям составляли более 25% и пришло время модернизации. В результате был выполнен технико-экономический расчет. Данная котельная в системе ЖКХ Гомельской области пока является единственной, где использование газотурбинной установки для выработки электрической энергии. В течение года произвели демонтажные работы старого оборудования и приступили к строительству данной котельной. Особенностью данной котельной является установка конденсационных аппаратов, позволяющие вторично переработать тепловую энергию от уходящих газов котлов, чем самым повысить коэффициент полезного действия данной котельной до 102%. В новой котельной используется высокотехнологичное оборудование. Теперь здесь не требуется постоянное присутствие обслуживающего персонала. Сигналы о работе передаются на диспетчерский пункт в режиме реального времени. А благодаря реализации новых оптимальных схем теплоснабжения удается вылечить застаревшие проблемы тепловых потерь. Экономия достигается в том числе за счет оптимизации схемы теплоснабжения, уход от больших магистральных тепловых сетей, как следствие уменьшения тепловых потерь, а также за счет перекладки тепловых сетей, предварительно изолированной трубами. Проектом предусмотрена полная замена тепловых сетей во всем рабочем поселке. Протяженность их составляет свыше 21 километра. За счет перекладки на предварительно изолированные трубы получается значительную экономию. Почти все работы предприятия Гомеля-Балтеплосеть выполняло собственными силами, хоть способом. И это позволило сэкономить значительную часть средств. Первый сезон работы уже показал существенную экономию. Ожидаемый годовой экономический эффект исчисляется в 2816,9 тонн условного топлива, или около 13 миллиардов рублей. Еще один адрес, по которому направляется телепередача «Эконом» – это улица Шассейная областного центра. Еще в прошлом году жители этого района единственные в городе получали горячую воду по графику. После многочисленных жалоб горожан распоряжением Гомельского облсполкома, старая котельная была передана на баланс предприятия Гомель-Облтеплосеть. Чашу терпения их переполнило то, что котельная была построена в 1977 году, имела износ основного оборудования более 90%, не совсем отвечала требованиям промышленной безопасности и энергосбережения. Наиболее экономичным был вариант модернизации существующей котельной с установкой в существующем здании высокоэффективного котельного оборудования и перевод ее в автоматический режим. Работы полностью от изготовления проектно-сметной документации, выполнения строительных монтажных работ, выполнялась силами предприятия Гомель-Облтеплосеть, ход способом. И при сметной стоимости данного объекта в 3 миллиарда белорусских рублей до деноминации работы были выполнены за 1,6 миллиарда, что позволило сэкономить значительные средства. В результате выигрыши оказались все. Потребление газа снизилось на 20%, электроэнергии на 56%, а благодаря замене теплосетей на гибкие полимерные трубы на 42% снизились потери тепла. Но самое главное, в дома жителей улицы Шоссейной пришел долгожданный комфорт. Раньше было очень плохо, воды горячей не было. Только воскресенье, один день был. А сейчас очень хорошо, вода целыми днями идет. Воды раньше придешь 5 часов, часам к 6 только было. Ну а сейчас постоянно есть вода. Хорошо стало. И по выходным. А то в субботу у нас раньше не было воды. Специалисты утверждают, сокращение каждой единицы потребления электроэнергии приводит к пятикратному сокращению спроса на первичные энергоносители. А в случае экономии тепла в системе центрального отопления это сокращение будет почти трехкратным. Экономия и бережливость – это не дань моде, а требование времени. Сразу несколько инвестиционных проектов реализуется в энергетическом комплексе Гомельской области, которые будут способствовать снижению зависимости республики от зарубежных источников. Так, в новом отопительном сезоне жители поселка Зябровка Гомельского района будет обеспечивать теплом новая котельная на местных видах топлива. Проект использования древесной биомассы для централизованного теплоснабжения на биотопливе, который набирает популярность в европейских странах, реализован при поддержке Всемирного банка. По мнению специалистов, котельные и мини-ТЭЦ на местных видах топлива по эффективности нисколько не уступают аналогам, которые работают на газе. К примеру, Речицкая мини-ТЭЦ обеспечивает горячей водой 17 тысяч жителей, примерно четверть с населения города. Работает на торфе и на щепе. Серьезная реконструкция ведется и на Гомельской ТЭЦ-1, которая должна значительно улучшить как экономические, так и экологические показатели. Проблема обеспечения населения горячей водой и отоплением всегда была острой в домах постройки 60-80-х годов прошлого века. Поэтому при проведении капитального ремонта особое внимание уделяется вопросам распределения и сохранения поступающего тепла в квартиры, чтобы уменьшить эксплуатационные расходы. Подготовка к осенне-зимнему периоду проводится по 53 основным направлениям. В этом году мы ввели после капитального ремонта уже почти 100 тысяч квадратных метров жилья за 9 месяцев. То есть планируется сделать 15 жилых домов комплексных, капремонт, достаточно тоже большое количество кровель, выполнить ремонт фасадов с их устранением продуваемости, промерзания. То есть то, что мы где-то выполняем штукатурные работы, где-то делаем утепление. Также в эти работы входит ремонт инженерных систем, ну и другие виды работ, которые сопутствуют при капитальном ремонте. В Министерстве энергетики обещают, что тарифы на отопление в этом сезоне не поднимутся. Однако к концу 2018 года нам, скорее всего, придется платить за отопление по стопроцентному тарифу. Хотя в правительстве заверяют, что для населения за счет экономии тариф постараются сделать ниже. Мы же платим по счетчикам тепловую энергию, хотя в основном это общедомовые счетчики. Здесь все-таки стремиться, конечно, к экономии какой-то надо, но от этого зависит температура в квартире. По воде практически больше, ну основная часть, более 95% оснащена индивидуальными приборами учета воды. По электроэнергии также 100% идет оснащение, кроме безучетных, там их единицы есть. Ну да, конечно, экономить нужно, потому что ресурсы наши не вечные, они, как вы говорите, обновляемый такой ресурс, как вода. Это не совсем так, потому что вода все-таки не в объеме дела, а в ее качестве. Зима уже наступает нам на пятки. Зная ее непредсказуемый нрав, мы решили поинтересоваться у гамильчан, а как они подготовились к самой холодной паре года. Что посоветуют, чтобы зима не застала нас врасплох? У нас счетчики стоят по теплоузлам, когда уже тепло, мы отключаем это отопление. У меня энергосберегающие лампочки, ну кроме ванны, потому что там часто включаем, она как бы туда не идет. Все окна у меня упорядочены. По мне так вот, я лучше одену лишнюю кофточку, нежели я заплашу лишние деньги, потому что мы оба пенсионеры, и нам тяжело. Экономить мы не экономим, у нас дети маленькие, двое маленьких сейчас. Все только окна спасают, окна утепления от фасадов. Все, что могу я вам сказать по этому поводу. Тепло у нас дома? Да. Конечно, мы бережем тепло. Я же говорю, что надо подклеить и окна заклеить, и утеплить, и чтобы коммунальщики хорошо топили, чтобы тепло нам было. Наше настроение зависит от того, если в доме уют, тепло, поэтому берешь тепло, надо, конечно. Я думаю, что необходимо в ближайшее время, чтобы сделать какую-то такую перестроечку в нашем ЖКХ, чтобы все квартиры были полностью автономны. И каждый человек сам решил, когда ему включить тепло, когда ему его выключить. И в то же время, чтобы он знал, что за это он будет определена сумма, что удовольствие жить теплее, оно стоит дорого. Но я думаю, что каждый будет для себя это решать. Как по-другому? По-другому нельзя. Все, чтобы быть богатым, нужно экономить. И нужно беречь. А расточительство сегодня это дорогого стоит. Мы все платим со своего кармана, поэтому, конечно же, и вода, конечно же, и тепло. Все идет именно с учетом того, что за него нужно платить. Все сегодня стоит денег. Поэтому чем больше сэкономишь, тем меньше уйдет на коммунальные расходы. Наши сложные экономические ситуации в стране, поэтому надо, естественно, все это беречь. Беречь, чтобы было хорошее будущее наших детей. О будущем думает и само подрастающее поколение. В учебных заведениях Гомельской области уже дан старт республиканскому конкурсу школьных проектов «Энергомарафон-2017». Одна из самых популярных номинаций – видеоролик. Так ученики средней школы номер 21 Гомеля призывают экономить ресурсы, наслаждаясь природой. О педагогии родителей Гомельского ясли сада номер 118 напоминают, что повысить комфорт в доме и офисе можно с помощью самых простых малозатратных мероприятий. И если все это ты не только знаешь, но и делаешь, значит ты настоящий хозяин своего дома. Своей Белоруссии! Мы на энергосбережении! По прогнозам, зима на европейской территории предполагается вполне обычной. Конечно, будут волны холода, тепла, оттепели. Но мы-то знаем, что у природы нет плохой погоды. А погода в доме зависит от каждого из нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова